Всем привет! Совсем недавно я рассказывал вам о топ 5 причинах купить смартфоны из новой линейки Galaxy S23. И очень хвалил их, но у этой линейки S23 есть и минусы. И о них в сегодняшнем видео мы и поговорим. Я вам расскажу о двух самых главных причинах, почему не стоит покупать новые смартфоны из линейки Galaxy S23. Итак, друзья, вы на канале Андрохак. Всем приятного просмотра. Я начинаю. Поехали! Первая причина, почему не стоит покупать смартфоны из новой линейки Galaxy S23, это, конечно же, цена. Если бы она была низкая, то на минусы можно было бы закрыть глаза и купить себе новенький S23. Но в реальности цена даже мало того, что не осталась на прошлогоднем уровне, но она еще и выросла и целых аж на 200 евро. Чтобы вы понимали, на 200 евро можно купить совсем неплохой смартфон от того же бренда Xiaomi. Так если бы еще были какие-то улучшения на эти 200 евро. Но нет, никаких улучшений. Им просто так захотелось. Чтобы это понять, не нужно быть специалистом. Достаточно посмотреть на цены в США. В Америке новая линейка S23 продается по той же цене, что и прошлогодние S22. А вот в других странах они решили цены поднять. Сейчас и того нелегкое время и у многих людей с доходами проблемы. Поэтому поднятие цен, я считаю, это самая главная и очень весомая причина отказаться от покупки новых смартфонов линейки Galaxy S23. Идем дальше и подходим ко второй причине, почему не стоит даже смотреть в сторону новой линейки S23. И это минорное обновление. То есть изменения по сравнению с прошлогодней моделью. Да ладно с прошлогоднюю. Даже если мы возьмем линейку Galaxy S21, которые вышли 2 года назад, то изменений на самом деле не так уж и много. Да, в Galaxy S23 стоит новый процессор. Но объясните мне, какой от них толк? Ведь даже тот же процессор, который стоит в 4-летнем Galaxy S10, справляется со всеми современными задачами. Игры, приложения. Со всем этим легко справляется процессор 4-летней давности. Так что новый процессор это совсем не повод для того, чтобы обновляться на новую линейку Galaxy S23. Хочу также напомнить, что задняя камера в Galaxy S23 и S23 Plus остались без изменений по сравнению с прошлогодними моделями Galaxy S22. Единственный смартфон это S23 Ultra, на котором они изменили камеру и теперь она вместо 108 в S22 Ultra стала 200 мегапикселей. Но и тут улучшений совсем немного. Да, снимает чуть лучше, но на этом все. Также напомню, что в Ultra версии батарея осталась на том же уровне. И Samsung это аргументировали тем, что модуль 200 мегапиксельная камера занимает много места, поэтому батарею мы увеличить не можем. Что говорит о том, что в дальнейшем тоже не стоит ожидать увеличения емкости в батарее в новых линейках Galaxy S. Ну и напоследок хочу сказать, что сейчас производителям действительно удивлять потребителей становится очень тяжело. И они не могут ничего хорошего, интересного, умного придумать. Поэтому мой совет, друзья, обновляйте ваши смартфоны максимум в 2 года 1 раз. Ну а по-хорошему обновлять стоит раз в 3 года. То есть если у вас сейчас Galaxy S20 на руках, то при обновлении на S23 вы почувствуете огромную разницу. И вы не будете думать о том, а за что я отдал столько денег. Но если у вас, к примеру, Galaxy S22 и вы обновляетесь на S23, то разницу, к сожалению, вы не почувствуете. И вас будет мучить мысли, а за что я столько денег отдал. Поэтому обновляться я советую максимум 1 раз в 2 года. А что думаете вы по этому поводу? Пишите ваше мнение в комментариях. Всем спасибо за внимание, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok